Здравствуйте, мои дорогие друзья! На днях мир сотрясла очередная сенсация в мире комиксов Marvel. Тони Старк отходит от дел, а доспехи Железного Человека получает 15-летняя чернокожая девушка Рири Уильямс. В финале истории, о которой повествует комикс «Гражданская война 2», Тони Старк оставит свой пост, и на месте его альтер-эго окажется вундеркинд и талантливая девушка Рири Уильямс, которая собрала костюм Железного Человека в комнате студенческой общаги. Уильямс в 15 лет поступает в Массачусетский технологический институт, где и привлекает внимание Старка своими успехами. Отметим, что судьба самого Тони после события «Гражданской войны 2» пока не разглашается. Брайан Майкл Бендис, работавший над новым персонажем, рассказал журналу Time некоторые подробности. На создание персонажа Бендиса вдохновила программа, над которой он работал в Чикаго. В эфире она не оказалась из-за огромного количества хаоса и насилия, но один сюжет запал автору в душу. «Это была история умной девушки, чью жизнь чуть не прервала трагедия. Преодолев себя, героиня поступила в колледж и окончила его с блеском. Я решил, что это самая современная версия супергероя», — говорит Бендис. Среди персонажей, с которыми работал Брайан Майкл Бендис, есть и Майкл Моралес, чернокожий Человек-паук, и Джессика Джонс. Писатель замечает, что его поклонники постоянно требуют чего-то нового, но с оговоркой «Не делайте ничего, что отличалось бы от того, к чему я привык с детства». Рори Уильямс вписывается в новую стратегию Marvel по обновлению своих персонажей. Так, в 2013 году в комиксах появилась первая супергероиня-мусульманка. Камала Хан успешно дебютировала в образе Мисс Марвел. В 2015 году первый выпуск комиксов о ней получил престижную премию «Хьюго». Спустя год после появления Камалы Хан, Марвел представила миру нового Тора. Он был женщиной, чья личность долгое время скрывалась. Сейчас уже всем известно, что новым Тором стала Джейн Фостер. Эту героиню в фильмах играла Натали Портман. Бендис также отмечает, что Марвел никогда не устраивает совещаний с целью придумать нового персонажа. Все герои, появляющиеся на страницах комиксов, результат вдохновения авторов издательства окружающим миром. Появится ли Рири Уильямс в фильмах студии Марвел, это пока большой секрет. А вот кстати, комикс Бендиса «Непобедимый железный человек», где пройдет передача эстафеты от Тони Крири, выйдет в конце 2016 года. Субтитры создавал DimaTorzok